СОКОЛ Приветствую, меня зовут Сокол и сегодня я расскажу вам просто, просто про целую кучу фильмов. Неделя выдалась такая себе, какого-то одного центрального хайпового фильма, увы, нет, поэтому беру количеством. Ну и как всегда, для начала, ребята, давайте уже закупаться годнотой на Новый год. На сайте всемайки.ру Всемайки.ру, лучший сервис онлайн печати. Вас ждет огромный каталог принтов, а также возможность создать свой дизайн в конструкторе всего за 2 минуты. Запечатать тут можно не только футболки, а еще чехлы, толстовки, кружки, сумки и многое другое. Всемайки.ру, гарантия качества и быстрая доставка. Толстовки, майки, кружки, сумки, чехлы для телефонов, все это вы найдете на сайте всемайки.ру. Ну а если какой-то принт вам не нравится, из многочисленных принтов, которые содержатся в каталогах местных, то вы можете создать свой собственный, поместить этот принт на нужную вещь с помощью конструктора и заказать. Нет ничего проще. Ссылку на сайт, а также промокод на 10% скидку вы найдете в описании. Ну, погнали наших городских. И для начала российская картина под названием «Жги». Сразу говорю всем любителям обвинять в продажности. Идите лесом. На этом канале только независимые мнения одного пухлого блогера в шляпе. И ни за какие деньги этот чел репутацией торговать не станет. Российский фильм «Жги» очень хороший. Настоящее зрительское кино, от которого, возможно, и будут плеваться высоколобые критики, но я рекомендую их не слушать. Поскольку в кои-то веки перед нами не чернуха, где все плохо, не унылишая драма в серых тонах, рассчитанная на фестивальные награды, а светлое, жизнеутверждающее и понятное кино, сделанное для массового зрителя. И это не фальшивая комедия про Александра Реву в «Силиконовой маске» или про беременного Дюжева. То есть этот фильм не держит зрителей за долгодобов. В картине «Жги» чувствуется посыл, в ней есть мораль, хорошая история. Он очень здорово снят и сыгран. Он по-хорошему напоминает комедии Эльдара Рязанова, в частности, служебный роман своей идеи преображения Мымры в «Женщину с большой буквы». А посылом, следуя за своей мечтой, эмоциональностью, а также своей музыкальностью, лента роднится с недавним «Ла-Ла-Лэндом». Да, не дать не взять. Меня в этом фильме раздражало лишь наличие наших звезд эстрады, в частности, Бузовой и Билана. Но слава проведению их было немного. В остальном фильм прекрасен. В основу сюжета легла реальная история, но только британской певицы Сэм Бейли, победительницы 10-го сезона музыкального телешоу «The X-Factor» в 2013 году. Она работала надзирательницей в мужской тюрьме. Но это лишь основа. Этот сюжет перенесен в реалии нашей женской колонии. Героиня Инги Оболдиной, Алевтина, днем строит заключенных со всей строгостью, на какую она способна. Дома же циничный муж строит ее. И никто здесь не свободен. Все являются заключенными своей обыденной жизни. Но Алевтина обладает невероятным голосом, который буквально рвется на свободу. И это она пытается тщательно скрывать. Все меняется с появлением заключенной в исполнении Виктории Исаковой, которая придает главной героине стимул стремиться к мечте. Перед Алевтиной встает выбор. Остаться и дальше прозябать в собственной тюрьме, как в переносном, так и в прямом смысле. Или отправиться на песенное телешоу в Москве, что символизирует собой свободу. Конечно, в наших реалиях эта история кажется очень сказочной. Но от этого она не перестает быть трогательной. Тем более, что эти самые реалии нашей действительности никуда не деваются. Тут и хамоватый-вороватый начальник зоны Владимир Ильин, и мудаки-охранники, и криминал, и маленькие драмы маленьких людей. Фильм играет на контрасте злой, унылой и несправедливой жизни с шиком и глянцем московского шоу-биза. И все это сделано с потрясающей искренностью. Сказка соседствует с пугающей действительностью. Ну а что? Ох, а какая там вкусная операторская работа! С какой любовью снят каждый кадр! Оператор Сергей Михальчук просто великолепен! Ну а актерские работы невероятны! Особенно хорош главный дуэт Инги Оболдиной и Виктории Исаковой. Они сыграли очень чувственно, проникновенно и эмоционально. Ну и, конечно, не могу не похвалить виновника торжества. Картина «Жги» — это дебютная лента Кирилла Плетнева. Он — режиссер и автор сценария. Вообще-то это достаточно известный актер, и я хочу поздравить его с дебютом в полнометражном кино в качестве режиссера. Если он и дальше продолжит снимать такие фильмы, то он вполне возможно заслужит титул народного режиссера. Ведь фильм очень, очень зрительский. Он обладает всеми факторами, чтобы стать народным хитом. Если бы на него еще кто-нибудь ходил. Серьезно, ребята, хороший фильм! Какого хера это говно про бабушку Реву окупается? А у этой ленты на момент записи ролика все еще нет средней оценки на кинопоиске. А на АМДБ пять каких-то чуваков только оценили еще до премьеры фильма. И то как-то ненормально низко. Какого хера? Я прямо люто негодую. Это отличное кино. От меня ему золото. И рекомендация сходить в компании мамы, папы, девушки или парня. Детей не надо брать, кино не для них. Но обязательно на него сходите. Зуб даю, но кино как минимум неплохое. По мне так отличное. Боя пика писателей Джероми Селлинджери под названием «За пропастью воржи». Фильм, где Кевин Спейси сыграл, кажется, свою последнюю роль. Мне искренне жаль, что его карьера с его актерским талантом была загублена его скотским поведением. Я не могу. Во мне борются две крайности. С одной стороны, я очень хочу увидеть этого актера вновь на экране. С другой стороны, я осуждаю его за все то, что он натворил. С одной стороны, я понимаю, что все. Уже все. От этой грязи не отмыться и он наморальный урод. Но где-то еще теплится надежда, что все это неправда. Ведь никто на него в суд не подавал. И... короче. Мое отношение к его актерскому таланту не изменилось. Те образы, что он воплотил на экране, останутся надолго в моей памяти. Жаль, что он как человек оказался тем еще... Ладно. Главную роль в фильме исполнил все-таки не он, а Николас Холл. И что я могу сказать? Он отлично воплотил образ Джерома Селлинджера, который написал монументальный роман над пропастью воржи. Фильм рассказывает о нелегких писательских буднях, о творческом росте Джерома, его обучении, Спейси как раз играет его учителя, о послевоенных психологических травмах Селлинджера и о том, как он пришел к тому, чтобы написать этот роман. И что было после. Фильм интересный, занятный, но, пожалуй, не для кинотеатра, а для домашнего просмотра. Местами лента скучновато и не слишком впечатляюще. На мой взгляд, картина уж слишком много уделяет внимания тому, как автор пишет. В буквальном смысле, большую часть кадров Джером пишет. Это так захватывающе. Ну или еще часть фильма он спорит с издателями. Ладно. Очень мало уделено внимания в войне. Она проходит словно фоном, а потом у Селлинджера из-за этого кошмары. Про его детские годы вообще почти ничего не сказано, хотя роман корнями уходит именно в детство Селлинджера. То есть перед нами довольно стандартная биографическая драма без особого изюма, но с приятными актерами. Середняк, короче. От меня серебряная медаль с бронзовым таким напылением. Можно посмотреть дома. Очень сложно будет найти следующий фильм в кинотеатрах. Я, насколько знаю, там всего 500 копий в кинотеатре поступило. И то без дубляжа, с субтитрами. И как бы немногие кинотеатры отважутся это показывать. Фильм под названием «Битва полов». «Битва полов» – типичная драма, рассчитанная на попадание в оскаровскую гонку. Это и портит фильм, поскольку он словно соткан специально для академиков. И это чувствуется. Не люблю, когда фильм каждые 20 минут напоминает. Кстати, а вы помните, что мы хотим Оскар? Вы еще не забыли? Тут вам и идеи феминизма, каким он был ранее. И тему нетрадиционных сексуальных отношений. И опровержение гендерных стереотипов. И все это в обертке спортивной драмы о теннисе. И своим вот этим вот уклоном в сторону наградного сезона лента портит те вещи, по сути, о которых она говорит. Мешает воспринимать их. Фильм же рассказывает о знаменитом теннисном матче между 55-летним Бобби Риксом и 29-летней Билли Джин Кинг, который произошел в 1973 году и стал знаковым событием в деле борьбы за равноправие. Равноправие. Раньше движение феминисток боролось именно за это. Сейчас это называется эголитаризмом, а феминизм стал уже чем-то другим, иным, мутировал как-то. И эти битвы полов продолжаются. Даже под постом об этом фильме ВКонтакте люди всерьез спорили, что хуже, процесс родов или служба в армии. Видимо, это никогда не кончится. Хотя идея равноправия очень прекрасна. И я всецело разделяю ее. И это заявление будет сейчас являться триггером для неуравновешенных, я думаю. В фильме отлично продемонстрированы идеи феминизма. Прекрасно показаны оба действующих лица. Что Бобби Рикс в исполнении Стива Карелла, что Билли Джин в исполнении несравненной Эммы Стоун. Никто не был обделен, никаких карикатурных характеров. Рикс, например, просто игрок, шалопайк, который делал из всего происходящего забавное шоу. Он даже договаривался с Билли Джин, может ли он называть себя шовинистской свиньей в ее присутствии на полном серьезе. Были показаны мотивы одной стороны и другой. И все чинно, благородно, и похоже на орехи досталось лишь персонажу Билла Пуллмана за его убеждение, что женщине место у плиты. За убеждение персонажа, а не самого Билла Пуллмана. Картину даже снимали режиссеры обоих полов. И это так скучно. Серьезно, прям всем постарались угодить. Фильм настолько правильный, что даже не вызывает никакого конфликта в душе. Это просто идеально вылизанная драма для Оскара и оттого скучная. От меня серебро. Актеры прекрасны, тема интересная. Но не дотянули, не докрутили. В попытке угодить всем фильм не сумели сделать по-настоящему захватывающим. Вот такое мое мнение. Ну а дальше фильм попроще. Счастливого дня смерти. С одной стороны, очень проходной фильм. Молодежный хоррор, уже с избитой темой дня сурка. Героиня просыпается снова и снова в одном и том же дне. Только на этот раз ее каждый раз убивает маньяк-убийца в маске ребенка. А образ убийцы, ну прямо в точности, как в нашей ерундистике под названием дизлайк. Кто-то у кого-то что-то спер? Так вот, что удивительно, каждый день убийца вновь находит героиню, что не поддается вообще никакой логике. Он ее изуверски убивает, проявляя просто паранормальные и мистические способности в этом отношении, что тоже нелогично вообще. Как бы если начать задавать вопросы, то фильм легко растоптать. В нем полно белых пятен и сюжетных дыр. Например, в ленте вводится тема того, что бесконечные убийства отражаются на состоянии здоровья девушки. Но это вкидывается и об этом благополучно забывается уже минут через пять. То есть, да, фильм не фонтан. Но есть у него два свойства, которые вытягивают его из унылой посредственности. Во-первых, лента забавная. Не сказать, что смешная до чертиков, но пара-тройка весьма забавных моментов в ней есть. То есть, с чувством юмора у создателей явно все окей. Во-вторых, актриса Джессика Ротт на главной роли очень хорошо играет. И ко всему прочему, она чертовски обаятельна. По сути, именно она вытягивает весь фильм. Ради нее можно сходить на эту ленту. Картина глупая, но забавная. И, пожалуй, не скучная. Это крепкая бронза, на мой взгляд. И моя рекомендация. Очень плохие мамочки. Два. Абсолютно конвейерный фильм. Сшитый будто бы по лекалам. Написанный будто бы по заготовленной схеме. Берешь учебник по сценарному мастерству. И можешь сверяться прямо по пунктам. Что происходит, почему происходит. И даже в какой момент хронометража это происходит. Фильм настолько клиширован, что мне казалось, будто я слышу команды режиссера. Здесь включить слезливую музыку. Здесь душащипательный монолог. Тут конфликт. И начало третьего акта. Решение конфликта. Примирение. Титры. Все. Фильм готов. Где мой гонорар? Абсолютно вымученное, бездарное, пустотелое продолжение с большим количеством гиперболизированных карикатурных персонажей. С конфликтами из ниоткуда. И с тупыми приколами. Возможно, все это было бы незаметно, но в фильме еще, кроме того, и не смешной. Не поймите неправильно, в нем есть действительно забавные гэги. Но сказать, что они всецело отвлекали от посредственного шаблонного сюжета, я не могу. Хотя в зале народ ржал. В основном в тех местах, где у меня рука тянулась к лицу. Ну да пусть. Мне не жалко. Хотя, на мой взгляд, разруганная в слюне критиками вторая часть «Здравствуй, папа, Новый год» в разы смешнее и интереснее «Плохих мамочек 2». Хотя тоже не выдающаяся лента. А мамочки от меня получают как... Ладно, хрен с ним, пусть будет бронза слабенькая такая, вонюченькая. Вдруг я просто юмора не понял. Хотя, по сути, фильм «Проходная бараша». Ну, серьезно. Ну, а на этом все. С вами был Сокол. Высказывал свое личное мнение. Сходите в кино. Составьте свое. И что? Ждем «Звездные войны», да? Похоже, что так. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова